Спорт улиц. В Коркино прошли соревнования по воркауту. Рекорд победы. Уличные спортсмены состязались в двух дисциплинах. Фристайл и троеборье. Сколько сальто сделали участники на площадке и кто установил рекорд победы? Расскажет Маргарита Хижняк. Молодежь увлекается воркаутом, потому что это доступно, просто и легко. Они всегда могут выйти на улицу в свободное время, потренироваться и также без всякой наполнительной одежды, тренировок, все такое, могут немножко подготовиться и участвовать на наших чемпионатах. В Коркино проходит отборочный этап областных соревнований по воркауту. Организатор чемпионата рекорд победы – русская медная компания. Спортсмены соревнуются в двух дисциплинах. Силовой фристайл – это выступление по свободной программе, и силовое троеборье. Подразумевает собой точное выполнение трех элементов – подъемы с переворотом, подтягивания и отжимания от брусьев. Артем Волков занимается воркаутом больше трех лет. К чемпионату готовился целый месяц. Каждый день тренировался и учил новые приемы. В этом есть что-то такое, что притягает. Вот допустим, те же самые элементы. Чтобы научиться, нужно много времени потратить. И вот когда ты какой-либо элемент сделаешь, это очень на сердце прямо красиво. Площадки, на которых проводятся состязания по воркауту, установила русская медная компания летом 2017 года, чтобы молодежь прямо во дворе могла заниматься спортом. Много ребят, которые просто приходят и проводят здесь время на этой площадке, выходят и на уроках физкультуры, и после уроков. То есть площадка у нас не пустует. И мы очень рады, что она у нас есть благодаря русской медной компании. Следующие соревнования пройдут завтра в Карабаше. А финал чемпионата «Рекорд Победы» состоится в Челябинске 9 мая. Маргарита Хижняк, Тарас Любимов, ОТВ.